Вы смотрите новости и мы продолжаем. По факту отравления детей в лагере Серебряный Бор возбуждено уголовное дело. Напомню, ЧП в оздоровительном учреждении произошло в пятницу 10 июля. В больницу попали 69 детей. А в воскресенье в другом детском лагере региона произошло аналогичное ЧП. Что стало причиной массовых отравлений школьников, пыталась выяснить Кристина Горбаченко. С предварительным диагнозом острая кишечная инфекция в больницу попали 69 детей. Сейчас санитарные врачи ждут результатов анализов. Их взяли у всех, кто находился в лагере. По предварительной версии в произошедшем виновен повар. Здесь ситуация такая, что предположительно носитель источника это по сотрудник пищеблока, который имел соответствующий документ от медицинской организации. Это санитарная книжка. Сейчас выясняется ситуация по этой санитарной книжке, на каком основании было дано и какие были там результаты. Всего в лагере Серебряный Бор отдыхали 156 детей. Они пробыли там несколько дней. Отдыхало 156 детей, 81 ребенок, 81 человек. Это была группа из города Кочетава, спортсмены. Остальные это все наши дети в северо-казахстанской области. При обращении детей за помощью в медицинский пункт, также там был организован штаб, областной штаб и районный штаб, где были приняты меры для вывоза детей в АУ Биркуль. А остальные детей наших, которые проживали, проживающие в северо-казахстанской области, им обеспечили выезд по месту проживания. Между тем в регионе произошло еще одно ЧП. На плохое самочувствие пожаловались отдыхающие частного здоровительного учреждения «Заря» в Эртауском районе. С отравлением в больницу поступил 21 человек. Большинство из них дети из Астаны и Кокшетау. По данным санитарных врачей, на обед и ужин все они ели куриные окорочка. Предварительно было это по употреблению мяса птицы. Соответственно, сейчас на данный момент по этой продукции, естественно, нет никаких документов, нет сертификатов. На данный момент это все выясняется. Сейчас по разрешению прокуратуры во всех детских лагерях Северного Казахстана санитарные врачи проводят проверку. По фактам отравления возбуждены уголовные дела. Кристина Горбаченко, Роман Куценко, Новости МТРК. Кристина Горбаченко, Новости МТРК.